Можно ли сделать так, чтобы твой канал хотели смотреть больше? Какие советы дает нам сама видеоплатформа YouTube? Именно об этом я расскажу сегодня. Привет, друзья! Меня зовут Андрей Старунов. Я сертифицированный специалист YouTube, эксперт в области создания, продвижения и монетизации YouTube-каналов для бизнеса и влогинга. YouTube утверждает, что на платформе существуют специальные алгоритмы, которые помогают зрителям находить нужные видео. К сожалению, информация о том, как они работают, не разглашается, чтобы нечистоплотные юзеры не искали обходные пути для продвижения. Но все же есть список рекомендаций от YouTube, чтобы повысить интерес зрителей и привлечь их к тебе на канал. Так вот, чтобы ваши ролики смотрело больше зрителей, я дам советы, которым рекомендую следовать. Во-первых, выбирай точные и информационные названия. Под этим подразумевается следующее. Названия должны передавать суть видео и к тому же быть яркими и интересными. Обложка для видео также должна быть релевантной и смысловой. Помни, что заложенные данные, они же кликбейт, тебя могут заблокировать. Кстати, про обложки у меня есть отдельное видео, ссылку на который я оставлю в описании. Кроме того, разреши зрителям предлагать переводить метаданные и субтитры для видео. Это может привлечь зарубежную аудиторию. Ну или пробуй делать переводы самостоятельно. Во-вторых, поддерживай интерес аудитории. Попробуй поиграть с оформлением видео, пока не найдешь то самое заветное, то есть свой фирменный стиль. Всегда делай призыв к подписке. Возможно, тебе кажется, что это совсем бесполезная вещь, но это далеко не так. Если видео и правда интересное, то призыв к действию подтолкнет зрителя подписаться и не пропустить следующее твое творение. Общайся с теми, кто смотрит твои видео. Это один из самых главных советов. Если ты прислушиваешься к ним и реагируешь на комментарии, это принесет тебе только пользу. О том, как еще поддерживать интерес аудитории, у меня также есть отдельное видео. Ссылку на которое я тоже оставлю в описании в обмен на твой лайк и подписку на канал. Третий совет – это качественно оформляй свой канал. Все мы влюбляемся глазами, поэтому, заходя на канал, хочется, чтобы он действительно бросался в глаза. И самое главное, чтобы там было легко ориентироваться. Например, создавай плейлисты для определенной рубрики. Ну и, конечно, график публикации, чтобы зритель понимал, когда выйдет новое видео и не забыл зайти и посмотреть его. Если не можешь сам сделать качественное оформление, доверь эту работу специалистам. Здесь я вижу два варианта. Первый – если с бюджетом у тебя совсем туго, то обратись к фрилансерам. Они могут сделать более-менее качественное оформление за небольшую стоимость. Второй вариант – если бюджет позволяет, закажи оформление у профессионального дизайнера. Качество такого оформления будет на порядок выше. А каждый элемент дизайна будет не скачан из интернета и обработан, а создан с нуля персонально для тебя. Главное и в первом и во втором случае составь подробное техническое задание о том, какое оформление ты хочешь получить в итоге. У хорошего дизайнера всегда есть бриф, то есть документ с вопросами, на которые тебе нужно ответить, прежде чем он приступит к работе. Например, рассказать, какой цвет тебе нравится, а какой недопустим в оформлении. Какова тематика твоего канала и так далее. Помни, чем подробнее ты опишешь то, что хочешь получить, тем качественнее будет выполнена работа в итоге. Ссылку на заказ услуг у дизайнера, работающего над моим каналом, оставлю в описании. И еще один совет на сегодня. Аналитика – твой главный инструмент. Об этом я уже говорил в своих видео, причем не один раз. Научись работать с аналитикой своего канала и делай это постоянно. Это поможет понять тебе, что нравится твоей аудитории, а что нет. Делать выводы и вносить корректировки для улучшения своего контента. А чтобы узнать больше информации о продвижении в YouTube, подписывайся на канал и следи за новыми выпусками. Если у тебя возникли какие-либо вопросы, оставляй их в комментариях и я обязательно отвечу. И, конечно же, ставь лайк и делись видео с друзьями, чтобы у меня было еще больше мотивации делиться с тобой крутыми фишками по продвижению в YouTube. На этом сегодня все. Спасибо за внимание и до скорой встречи.